В общей сложности в этом престижном чемпионате приняли участие 538 спортсменов из 35 стран. Сергей уже дважды выступал на первенствах мира, где становился вторым, а это его первый взрослый чемпионат. Также дебютировал на этом турнире еще один ленинск-кузнечанин Иван Арнаутов, воспитанник Татьяны Ельцовой. Хотелось бы отметить, что сборная России состояла из 8 человек, четверо были представители Кемеровской области. Один парень из Гуревска и один еще из Белова был. Они заняли также третье место и седьмое, как у нас. В весовой категории Сергея до 105 килограммов выступали 12 человек. Первое место с результатом 242,5 килограмма занял спортсмен из Монголии. Второе украинец и его результат 238 килограммов. Спортсмен из Ирана, основной соперник Сергея в борьбе за третье место, показал результат 227,5 килограммов. Во время второго подхода наш спортсмен без труда пожал именно этот вес, тем самым установив рекорд Европы. А во время третьего подхода увеличил эту цифру на 5 килограммов. Борьба была серьезная, соперники были достаточно сильные все. Тренер решил не рисковать и мы просто пошли на 232,5 килограмма за третье место. Уверенно справился с этим весом. Результат в 232,5 килограмма, по словам тренера, для спортсмена далеко не предел. Мы пробовали в апреле месяце, у него был день рождения, 237 килограмм пожал в этот день. Ну и готов был, думаю, на 242, пожал бы точно, но я его не пустил на этот вес, поберег, чтобы не было какой-либо травмы. Сейчас у Сергея не так много времени для отдыха, ведь не за горами новые соревнования. Сейчас цель готовится, я думаю, если бы у нас получится все, хотелось бы выступить на чемпионате Европы, будет проходить во Франции в августе месяце. Но я думаю, нужно там выиграть. А пока Сергей, несмотря на тяжелую работу шахтера, каждую свободную минуту уделяет любимому виду спорта. Ведь главное в жизни, по словам спортсмена, поставить себе цель и идти к ней, несмотря ни на что. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.